Нас очень многие теснят. Вот ваше предсказание сбылось. Мне не приписывайте уж ясновидение. Я вижу большую опасность цифровизации государств. Мне кажется, вы оптимист. С нашими традициями мы можем этот маятник сильно качнуть. Национализм не закончится, он будет нарастать. Каждый из нас считает, что мы-то в общем ого-го. Я не понимаю, что такое информатика. С помощью машин можно изучить каждого человека лучше, чем он сам себя знает. Что-то очень страшно. Вот сейчас стало. Сегодня у вас на панели обсуждали ценность человеческой жизни, насколько я знаю. Что во время испанки или гонконгского гриппа была смертность выше, но такой паники не было. И есть такая гипотеза, высказал один из участников, что ценность человеческой жизни выросла с тех пор очень сильно. Вы согласны с этим тезисом? Думаю, что да. И в общем этот человек занимался исследованиями профессионально именно этой темы. Это Стивен Пинкер. И собственно его исследование, книга «Лучшая в нас» посвящена именно этому, что есть восходящий тренд ценности человеческой жизни, нисходящий тренд насилия в мире. Ну и в общем это очевидно. Но я думаю, что здесь множество факторов, почему в эту пандемию... Я бы не называл это паникой, но значительно больше было что ли таких глобальных волнений и политических таких неурядиц. Это, конечно же, глобальность мира, невозможность отгородиться от всего мира, невозможно остановить передвижение, как минимум товаров, ну и зачастую людей. Поэтому, конечно же, это очень сильно повлияло на... И глобальное информационное пространство. Конечно, это очень все меняет восприятие людей. Вы уже несколько лет строите экосистему. Помните, вы говорили несколько лет назад, что вашим конкурентами в будущем будет Google и другие IT-гиганты, но никак не банки. Вот сейчас вы уже ее построили, даже она видна в вашей отчетности. Вы как оцениваете результат? Она готова или нет? Ну нет, конечно. Мы ее еще не построили. Мы в процессе строительства. Единственная радость заключается в том, что никто еще не построил экосистему. Они все находятся в процессе развития. Есть более зрелые экосистемы, такие как американские компании, Амазон, Гугл и так далее. Есть, наверное, все остальные все-таки находятся в стадии такой начинающейся. Поэтому, в общем, к счастью или к несчастью, но все предсказания в точности сбываются. Действительно, наши конкуренты – это цифровые компании, неважно, в какой сфере они работают. Предприятие E-ком сейчас становится нашими конкурентами. Понятно, что на российском рынке это Яндекс. Ну и, в общем, все те, кто в процессе цифровой трансформации, или все те, кто ее прошел. Рано или поздно они начинают осознавать, что бизнес-модель будущего – это экосистема. А вы на Яндекс как смотрите? Вот они банк недавно купили. Они явно сейчас будут вас поджимать, скажем так. И мне кажется, у них есть большой шанс вас немножко потеснить на рынке. Вы видите в этом угрозу для своего положения? Ну, вы знаете, нас очень многие теснят. Не только Яндекс. Кто еще? Ну, у нас большое количество банковских конкурентов. В банкинге, банке, в других видах бизнеса другие конкуренты. И Яндекс, неталантливые ребята, безусловно, если они за что-то берутся, то, ну, как правило, они в это вкладываются, у них что-то из этого получается. Поэтому вопрос, сколько времени их займет, освоение финансового рынка. Ну, да, у них есть шансы и нас потеснить, и рынок потеснить, или мы с ними вместе рынок потесним. Ну, что-то такое будет происходить. У них же очень большая аудитория, им достаточно на эту аудиторию навесить просто финансовый сервис. Ну, не все так просто. Нет? Конечно, нет. Давайте совет дадим им. Чеба стерегаться. Я не люблю давать все это. Ну, они должны пройти свой путь. Но он не будет простым и быстрым. Хорошо. Вот ваше предсказание сбылось про экосистему. Собственно, мы в этом точке оказались, в принципе, и ваши конкуренты, вы правильно говорите. Действительно оказались IT-компаниями. Что вы сейчас видите на 10 лет вперед? Кто ваши конкуренты будут через 10 лет? Ну, вы мне не приписываете уж ясновидение. Ну, вы знаете, то, что сейчас, если говорить про бизнес-модели, то, конечно же, экосистема и их способность к клиентоцентричности и к оказанию качественных сервисов через технологии и понимание потребности клиента. Это, безусловно, это очень серьезные конкуренты для всех игроков. Я бы сказал так, я вижу большую опасность цифровизации государств и выхода на бизнес-площадку государств. Если государство пройдет цифровую трансформацию, то вот эти возникшие технологические способности и огромный объем данных будет большим соблазном превратить государство в бизнес-игрока. То есть это новая государственная экономика на новом венте, получается, нам может угрожать. Да. Стоит ли в этом случае пытаться не допустить цифровизации государства? Мы много думали на эту тему и решили, что все равно это произойдет, с нами или без нас. И я думаю, что это будет каким-то этапом, когда государство этим переболеет. Но я надеюсь, что оно переболеет. Оно не заболеет, а переболеет. Что это не будет очень долгим процессом. То есть это случится, и мы все равно в это попадем, но это пройдет? Во всяком случае, мое предположение с этим связано. Мне кажется, вы оптимист. Все, что касается государства, никогда не проходит просто так. Смотрите, мы вчера обсуждали, это роль государств серьезно усиливается во всем мире. И остановить это невозможно, потому что есть большой запрос со стороны общества. И есть стремление самого государства это делать. Поэтому это случится. Второе, хорошая новость, что все государства начинают все больше быть клиентоцентричными. Отрицательная последствия заключается в том, что это краткосрочный клиентоцентризм, то есть популизм. И в мире мы видим уже сегодня большой дефицит стратегических долгосрочных решений. И клиентоцентричность, реализация политики клиентоцентричности в особенности государство все более и более осознает, что оно находится в конкурентных отношениях с продвинутыми компаниями, с бизнесом. И население требует государственных услуг в один клик. Это сделать проще, чем предоставить целый ряд сервисов, которые предоставляют коммерческие компании. И я думаю, что государство в конце концов справится с этим вызовом, с цифровой трансформацией. Но вот где оно становится, это большой вопрос. С нашими традициями мы можем этот маятник сильно качнуть. Как мы обычно работаем на удаленке? Просыпаемся и работаем. Рабочий день длится бесконечно, приводя к стрессам и напряжению. На удаленке особенно важно думать о work-life balance. А лучше всего это делать с хорошими людьми в подходящем месте. То, где вы живете, становится очень важно. Жилой комплекс Филисити от MR Group позволяет правильно устроить свою жизнь, гармонично сочетая работу и отдых. Два новых дома Филисити на западе города, входящие во вторую очередь строительства, филигранно балансируют на стыке ритма большого города и плавного течения времени. Это пространство для работы и отдыха, планирования побед и воспитания детей. Камерный клубный дом Noble с небольшим количеством квартир и премиальный 200-метровый небоскреб Famous дают повод вспомнить про единство и борьбу противоположности. Про скорость и покой, классику и современность. Noble знает толк в классике. Элегантные орнаментальные фасады из светлого кирпича, панорамные окна, отражающие сад во дворе, высокие потолки, лобби от именитого российского дизайнера Лейлы Улунхамли. Камерность. Всего 39 квартир. Если, к слову, будущее подобрать архитектурный синоним, им непременно станет Famous – футуристичный, уходящий в небо 200-метровый небоскреб. Фасад здания похож на чешую сказочного животного, а из панорамных окон открываются восхитительные виды на город, Филевский парк, Парк Победы, пойму Москвы-реки. Фасад небоскреба класса премиум выполнен с использованием высококачественности классно-пыления, который уменьшает солнечную нагрузку. Иными словами, комфортно в любую погоду. Качество всего Фили-Сити начинается с его местоположения. Экологичный район рядом с центром города. Зеленое окружение, прекрасная транспортная доступность. Полтора километра от Кутудовского проспекта. Пять минут пешком до метро. Фили-Сити – это город в городе, окруженный аллеями и скверами. Как и положено премиальным проектом у комплекса «Охраняемая территория». Вход по биометрии. На территории Фили-Сити, проект, который разработан Бюру Москову, автора метроумфальной площади, собраны все современные тренды. Для взрослых – кафе и рестораны на первых этажах, магазины и зоны отдыха. Тут расположатся спортивные площадки от профессионального оператора «Плейграунд», детские площадки и центр развития. Собственная площадь с фонтаном и парк «Променад». Всю территорию, включая общественные пространства и гостевые зоны, покрывает Wi-Fi. Работать и отдыхать можно, не выходя за территорию. Доступ в подземный паркинг через систему считывания номеров. Здесь, на подземном уровне, расположится зарядное устройство для электромобилей и келлеры. Оба новых здания будут подключены к системе «Умный дом» MR Smart. С помощью инновационной системы осуществляется контроль основных параметров квартиры – температура, освещенность, влажность. Все необходимые для комфорта и безопасности сервисы будут доступны в мобильном приложении комплекса. При помощи его можно заказать пропуск для важных гостей, оплатить коммунальные услуги или воспользоваться иными привилегиями резидента. И если бизнес идет в ногу со временем, и большинство процессов удалось перевести на удаленный формат, компания «Мэргрупп» обещает такую инфраструктуру, что при желании вам не придется выходить за пределы Филисити. В этом вы можете убедиться сами по ссылке в описании видео. Продолжая разговор про государство и наши традиции, сейчас немножко тревожно то, что происходит с закрытыми перелетами, с какими-то вот этими историями с Белоруссией, что через Белоруссию не летать, сюда не летать. Как вы думаете, все-таки изоляционизм, он когда-нибудь у нас закончится или будет продолжаться? Я думаю, что закончится. Куда? Это будет связано только с окончанием пандемии, когда я не могу сказать. Лучше задать вопрос специалистам. То есть вы считаете, что это чисто медицинская, санитарная проблема? Я думаю, что да. Я думаю, что национализм не закончится, он будет нарастать. Потому что опять-таки есть сегодня востребованность этого. А что вы понимаете под национализмом сейчас? Давайте поясним. Попытка, ну, не в том смысле, как это классически воспринимается. Национализация максимального количества производства товаров и услуг, максимальное развитие внутренней торговли, попытка локализовать потребление внутренним контуром в качестве политического протеста против каких-то соседей, ну, закрытия потребления товаров и услуг, иногда политические закрытия и так далее, и так далее. Я думаю, что этот тренд будет нарастать, независимо от пандемии. Насколько серьезно это может быть? Может прекратиться полностью трансграничная торговля? Нет, нереально. Вы знаете, я думаю, что, как ни парадоксально, все-таки процесс глобализации тоже будет нарастать. Потому что мало у кого в мире получится провести полную локализацию. Но даже такие крупные страны, как США и Китай, не смогут полностью локализовать все в своих границах. А уж остальные, по мере нарастания сложности управленческих систем и сложных технологических систем, они вынуждены будут еще больше торговать. Поэтому, как ни парадоксально, эти две тенденции, они будут сосуществовать. Сколько времени, я не знаю, но думаю, что не 10 лет, а больше. И то есть, на самом деле, получается, что вот эта локализация и развитие производства внутри экономики, это и будет драйвером роста экономики? Я думаю, что драйвером роста экономики будут технологии, конечно, в первую очередь. И победят те страны и те компании, которые будут успешно осваивать новые технологии. А победителями будут, в конце концов, те, кто сумеет модернизировать свои системы образовательные. Потому что носителем технологии является ноу-сфера, как говорил профессор Вернацкий. И, конечно же, ключевым фактором конкурентоспособности является человеческий капитал. Что не так с образованием и куда? Вот я сейчас, мне кажется, долгий разговор затеваю. Как его надо модернизировать? Мне кажется, что здесь никакой сложности нет. С образованием нужно делать ровно то же самое, что и со всем остальным. Есть несколько трендов, которые нужно всячески поддержать. В образовании они немножечко более сложные реализуются. Первое, образование всегда очень сильно политизировано. Второе, люди не всегда осознают. То есть ограниченность знаний не дает тебе представления о мире. Очень сложно себе представить, как можно изменить образование, если ты никогда не сталкивался ни с чем другим, нежели с тем, что ты проходил в школе, а потом в вузе. И ведь каждый из нас считает, что мы-то, в общем, ого-го. И я-то образованный человек. И система, которая меня вырастила, она хорошая. Но в современном мире, в общем, я успешен. И поэтому ничего не надо менять. И вообще, когда нет сравнительной базы, то кажется, что мы лучшие в мире. Но как только появляется широкая база для сравнения, конечно, тут же возникают сомнения. В этом смысле, конечно же, нужно... Это далеко не внутренняя конкуренция, это глобальная конкуренция. Нужно смотреть на лучшие практики и не стагнировать в своих представлениях о прошлом. Очевидно, что... Ну, приведу пример, да. Множество экспериментов доказывают, что 70% жизненного успеха – это так называемые мягкие навыки, которые мы вообще сегодня не обучаем в школах. Нигде. В стандартах у нас сегодня... Мы единственная страна из крупных стран, из стран развитых, уэсеровских стран, у которых в школьных стандартах отсутствуют так называемые мягкие навыки или жизненные навыки. То есть три группы навыков. Это так называемые... Это то, что мы называем умение думать, да, или умение мыслить. Это когнитивные навыки, социальные навыки, умение общаться или умение существовать или жить в обществе, да, эффективно. И третье – это эмоциональный интеллект, так называемый. Это способность понимать собственные эмоции, эмоции других людей и управлять ими. И это критически важные навыки для успеха, достижения успеха. Предпринимательские навыки. Во всем мире, практически во всех странах, мы посмотрели, даже в странах Африки везде стараются в качестве базовых навыков обучать детей предпринимательству. Навык учись-учиться, да, быстрого овладения навыками. То есть умение быстро считать, умение быстро читать, скорочтение, умение структурировать информацию и быстро запоминать. То, что называется main mapping. То есть как будет картирование информации, создание как бы карты, восприятие любой информации и быстрое запоминание. И что приводит к развитию памяти, очень быстрому освоению языков, навык скоропечати и так далее. То есть это быстрого набора текста. Что для детей крайне важно, даже если им не придется уже вручную набирать текст, и сейчас все делается голосом, у детей моторика через пальчики развиваются, конечно, нейронные связи. Это в детском возрасте очень быстро осваивается, и это очень полезный навык. Не надо гаджеты забирать у детей. Ну, с гаджетами немножко посложнее, конечно. Все-таки в детском возрасте с гаджетами нужно быть аккуратными. Ну, здесь много-много, конечно, о чем стоит поговорить. Ну, вот это, наверное, базовые вещи. Ну, и, конечно, то, что называется... У нас уроки информатики до сих пор. Это даже не смешно. Потому что, ну, я не понимаю, что такое информатика. Все, что сегодня называется цифровизация, цифровизация, никакого отношения к информатике не имеет. И это совершенно другой набор предметов для изучения. По поводу еще технологических гигантов. Мы с вами говорили про опасность цифровизации государства. Но сейчас, мне кажется... Нет, не опасность, извините. Про необходимость цифровизации государства. И граждане от этого очень сильно выиграют. Мы говорим о том, что это не опасность. Скорее всего, ну, есть риск того, что государство может не закончить на цифровизацию самих себя, а пойти дальше. Такой риск есть. Сейчас просто очень активно обсуждается тема риска со стороны крупных IT-компаний, которые, ну, на самом деле, вот главным драйвером стало отключение аккаунта президента США. Вот эти компании, цифровые гиганты, как вы думаете, не возьмут ли на себя роль государства? Да нет, конечно. Нет? Потому что их зарегулируют. Но пока я не видел никого, кто бы мог сравниться с государством. Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Это нормальная ситуация с ростом. Растет бизнес, возникают новые, принципиально новые пространства, в которых раньше его не было. Возникают такого рода вот казусы, и государство регулирует эти казусы. Это никаких страхов здесь нет, так было всегда. Эта ситуация будет отрегулирована так, как государство, общество посчитает необходимым. И все, это будет урегулированная сфера. Поэтому будут возникать новые казусы, но это нормально. В одном из интервью вы недавно сказали, сейчас будет странный вопрос, что нас ждет разрушение существующего миропорядка, и оно будет весьма болезненно. Можете пояснить, что вы имели в виду? По-моему, это очевидно? Нет. Существующие модели и общественного устройства, и модели управления, они абсолютно не приспособлены для того нового технологического мира, тех скоростей, в которые мы сегодня попадаем. Происходят глобальные изменения. Я считаю, что ни одно из государств не прошло испытания ни пандемии, ни технологиями. Выводы будут сделаны. Государство вообще такой механизм не очень быстрый по своей природе, может быть и хорошо. Но посмотрите, практически во всех странах мы видим сегодня по тем или иным причинам очень большой набор областей, в которых есть существенное напряжение. Мы с вами обсуждали, допустим, большая проблема с то, что называется лидершип, государственными лидерами и долгосрочными решениями. Но не потому, что матери перестали рождать лидеров, просто востребованы другие категории людей сегодня в силу того, что нет ответа на большое количество вопросов. Начинается ситуативность в управлении, поддержание текущего баланса. Никто не может заглянуть за горизонт. Скорость такова, и пандемия подскочила, подстегнула эту скорость, что это будет заканчиваться какими-то локальными противоречиями, взрывами какими-то, но тем не менее это будет все больше и больше требовать глобального переосмысления, как должно быть построено и система государственного управления, и система общественного устройства. Потоки информации строятся абсолютно иначе. Если они раньше спускались сверху вниз, это, на мой взгляд, самое глобальное изменение. Раньше так или иначе государство препарировало эти потоки PR, Public Relations. То есть кто-то сверху имел отношение с публичным сообществом. А сейчас мы говорим о SMM, Social Media Marketing. Когда социальные сети охватили большую часть пространства, в особенности молодой аудитории, и молодая аудитория вообще не смотрит ни интерактивные средства массовой информации, и возникают горизонтальные потоки информации и восходящие потоки информации. это требует радикального перестройки, радикальной перестройки всей системы институтов и общественного устройства. То есть информация вышла из-под контроля? Ну, в общем, да. В общем, да. Ну и мы видим, что зачастую эта информация возьмите, возьмите, какое количество сообществ, там, скажем, призывающих, там, суициду, да, или терроризм и так далее, и так далее. Появился черный интернет, в котором можно быстро купить все, что угодно. Ну и так дальше, и так дальше. В общем, большое количество вот такого рода перекосов, они должны быть отрегулированы. на сегодняшний день очень разные подходы к тому, как это происходит. И мы говорим, что, в общем, было, человечество пережило уже много технологических переделов и выжило при этом. Человечество изобрело спички, не сгорело в огне, да, человечество изобрело ядерную бомбу и в конце концов сегодня греется на ядерной энергетике. Но есть в этом одно но. Все-таки такая технология, как искусственный интеллект изобретена впервые. Когда с помощью машин можно изучить каждого человека лучше, чем он сам себя знает. И это очень существенно. Это очень страшно вот сейчас стало. Так или иначе, первое, это не остановить. Это происходит во всем мире. Потому что человечество гонимо прогрессом, и прогресс движется в эту сторону. Это остановить невозможно. В этом можно только участвовать и стараться быть лидерами и находить в общем для каждой страны свои ответы. базовым ответом сегодня является право собственности и режим обращения данных. И разные страны отвечают на эти вопросы по-разному. В Китае одна модель, в Европе другая, в Соединенных Штатах Америки третья. Тоже такая острая тема, что возможно перегибет тоже в разные стороны. И когда я имел ввиду о том, что будут катаклизмы обязательно при поиске рационального подхода и что ли переемлемого для каждого общества подхода будут конечно же какие-то катаклизмы. Я не имею ввиду каких-то глобальных потрясений, но тем не менее через это придется пройти. Ну какого рода катаклизмы могут быть? Ну давайте сейчас не будем вдаваться в детали, это не нужно, никто предсказать этого не может. И еще про одну глобальную проблему, но более такую приземленную. Извините меня, извинения Black Lives Matter это катаклизм, когда все общество охватило вот эту эпидемию извинений за то, что делалось пять поколений назад. Это культура отмены, если кто-то что-то сделал, его отменяют. то есть такого рода вещи наверное мы будем видеть еще. Но их удастся поставить под контроль вы думаете со временем? Ну я верю в силу разума человечества, его адаптивность. Каждый такой катаклизм это опыт и люди найдут решение подобного рода проблем. Ваши не уничтожили друг друга на пути. мы знаем некоторые общества пережили достаточно тяжелые потрясения революции, поэтому никто не застрахован от этого. Это больше как психологическая война какая-то чем реальная. Человечество стало гуманнее, если верить Стивену Пинкеру. Про другую глобальную проблему, но более приземленную. Сейчас все говорят про опасность гиперинфляции, которая придет из США из-за того, что ФРС заливает гаммия. Я не верю в это. Инфляция да, гиперинфляция нет. Очень хочется задать дурацкий вопрос, доллары продавать, но не будут. Если бы я бы вам дал такой совет, этого не знает никто. Но лучше диверсифицироваться. Теория риск менеджмента это один из мягких навыков. Знаете, мы говорим много-много мягких навыков, когнитивные. Давайте я приведу конкретный пример. Первое, постановка цели. Это первое. Второе, принятие решений. И третье, тайм менеджмент, управление временем. Три навыка жизненно важных. За каждым из них стоит технология. С одной стороны, я много раз задавал вопрос студентам. Кто из вас не умеет ставить цели? Ни одна рука не поднимается. Все умеют. Когда задаешь вопросы на тему, а что такое ваши цели? мы проходим материал по постановке цели, все поднимают руку о том, что никто из них не умеет ставить цели. Дальше принятие решений. Кто не умеет принимать решения? Ни одна рука не поднимается. Когда мы разбираем, что это такое, оказывается, есть теория принятия решений, за которую люди получили Нобелевские премии. И когда начинаешь об этом говорить, объясняешь людям, открывается новая вселенная. А в общем там есть большой спектр простых жизненных навыков, которые людям помогают принимать решения, потому что они лучше начинают понимать себя, лучше понимают свои эмоции, как работает мозг, какие ошибки и искажения происходят при принятии индивидуальных решений, какие ошибки люди совершают при принятии решений группой лиц. И тайм-менеджмент, управление временем. Самый ценный ресурс нашей жизни это время. И нас в детстве не учили управлением этим ресурсом. Принятие решений, постановка цели и управление временем. Три составляющих очень важных составляющих жизненного успеха. Перед каждым молодым человеком состоит задача. Какой предмет выбрать? Какой вуз выбрать? Какую специальность выбрать? Извините, на ком жениться? И так далее, и так далее. Это заводить, не заводить детей. Совершать, не совершать какие-то поступки или сделки. И это такие вот ключевые поворотные точки, которые определяют судьбу человека. И конечно дать с детства навык понимания, лучшего понимания себя и технологии принятия решений, понимания, как взаимодействует механизм внутри мозга, как работает гормональный фон, как взаимодействует дофамин и серотонин. Это в общем достаточно простые вещи, абсолютно понятные даже детям. Но когда людям не дают эти достаточно элементарные навыки, то мы имеем большое количество ошибочных решений в жизни. Когда начинают гормоны вышивать, то там сложно принимать решения. Это правда. Когда ты понимаешь, что они вышивают и какие, то это проще. Знаете, был замечательный ученый, в Петербурге был очень известный институт мозга, но он сейчас есть, он сейчас вошел в состав крупного учреждения научного, но была Наталья Петровна Бехтерева, я помню, когда я приехал с учебы, и много времени проводил с ней, и она мне очень многие вещи объясняла как раз. Я занимался как раз теорией принятия решения, и мне было очень интересно, как возникло по сей день возникает вопрос о свободе воли. Если наш мозг принимает решение быстрее, чем мы осознаем его, возникает вопрос, как это, почему это происходит. Тогда я пришел к вводу о том, что нужно заняться изучением биохимии мозга. Это было очень интересно. Она мне очень многое в то время даже поясняла, это были 90-е годы, начало. Во-первых, это очень интересно, во-вторых, это крайне необходимо сегодня. Позволяет все-таки включить волю. В том числе. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо.